Исследователи недр. В первое воскресенье апреля свой профессиональный праздник отмечают геологи. Эта дата была выбрана не случайно. Окончание зимы знаменует начало подготовки летних полевых работ и экспедиций. Об одной из самых романтичных профессий расскажет моя коллега Оксана Зайчукова. Ярослав Матюшенко – нефтяник в третьем поколении. Сначала в топливно-энергетическом комплекте трудился его дедушка, а потом дядя и родители. Так что сегодняшний геолог со стажем уже в детстве знал, что его профессия будет связана с нефтегазовой отраслью. Еще когда был в детстве, в начальных классах учился, была такая возможность попасть на работу с отцом. Отец брал себя с собой на месторождение. В принципе, еще с тех лет, видя большую буровую, слышав все эти звуки, все операции проводимые там, в целом понравилось. После окончания школы особого затруднения в дальнейшем пути по жизни не испытал. Правда, в экспедиции Ярослав Матюшенко не ездит. Говорит, что и на месте работы хватает. Ведь под его ответственностью находятся более тысячи пробуренных скважин на трех месторождениях. В Порошевском, Средне-Итурском и Западно-Ноябрьском. И сегодня задача геологов – это разработка, а также контроль и эксплуатация существующего нефтяного фонда. У нас есть данные скважины на определенный период, за определенный период, это на 1 января 2013 года. По каждой скважине расписано режимный 9, процент обводнения, тоннаж, сколько каждая скважина в суточную выдает нам, и динамика пластового давления. Еще одна цель, которая стоит перед геологами – это увеличение дебита углеводородного сырья. Сегодня на Средне-Итурском месторождении ведется разработка новых скважин. Кроме этого геологи, словно волшебники, дарят недействующим скважинам вторую жизнь. Выводим скважины из неработающего фонда, то есть, скажем так, даем им вторую жизнь. Проводим различные мероприятия, открывая новые пласты, пропластки. Также работаем уже с существующими пластами, проводим различные химобработки, новые технологии. По признанию Ярослава Матюшенко, справляться с непростыми задачами ему помогает оптимизм и слаженность команды. Любая работа – это какой-то результат, это положительный результат. В принципе, это всегда стремление к каким-то целям и выполнению каких-то задач. С хорошим коллективом, с хорошим настроем это всегда, в принципе, получается. Говорят, что геолог – это не просто профессия, а образ жизни. И пусть сегодня непроходимые леса, тяжелые рюкзаки и песни у костра сменились на уютные офисы, компьютеры и на стены карты, люди этой специальности по-прежнему важны и значимы. Ведь вслед за их открытиями и новыми скважинами на северной земле рождаются и процветают города и поселки. Оксана Зайчакова, Виталий Харченко. Новости нашего города.